Ангельсблат, Германия, учиться у российских банкиров. Якоб Блуми. Ангельсблат, Германия. 10 июля 2019 года. Цена для центробанков России и Китая, в общем-то, роли не играет. Они скупают золото, чтобы сделать золотовалютные резервы своих стран менее зависимыми от доллара. Тем примечательнее мастерство, которое демонстрируют покупатели драгоценного металла. Согласно данным Всемирного Золотого Совета, Китай и Россия наилучшим образом использовали низкие цены на золото в первом полугодии. В период с января по конец мая Китай приобрел почти 64 тонны золота, а Россия – целых 77 тонн. С этого момента цена на золото выросла примерно на 10%. Стоимость приобретенного в одном только 2019 году Китаем и России золота повысилась на сотни миллионов евро. В общей сложности закупки золота мировыми центробанками выросли на 73% по сравнению с прошлогодним периодом. Этот пример показывает, что и частным вкладчикам стоит обратить внимание на действия центробанков на золотовалютном рынке. Хотя их шаги не вызвали летнего золотого ралли, однако эти рекордные цифры можно считать сигналом для покупки. Центробанки ценят драгоценный металл по тем же причинам, какие делают его привлекательным и для частных вкладчиков. Во-первых, золото может обезопасить валюту в торговой войне. Когда президент США ужесточил риторику, поднялась цена на золото. Чем выше доля золота в портфеле резервов, тем меньше китайский юань и рубль реагируют на эскалацию в таможенном споре, считает центробанки. А для частных вкладчиков наличие золота в портфеле сбережения полезно как страховка от кризисов. Кроме того, центробанки, отстраняясь от доллара и делая ставку на золото, минимизируют опасность, что экспансивная денежная политика Федеральной резервной системы США также ослабит и собственную валюту. Если доллар занимает большую долю в золотовалютных запасах, потеря стоимости затрагивает и зарубежные центробанки. Чем больше они привязаны к доллару, тем выше риск импорта и американской денежной политики. Россия и Китай приняли решение не идти на этот риск. И частным вкладчикам рекомендовано защитить себя от капризов американской политики. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.